Поступить в магистратуру одного из лучших вузов северо-запада можно, не покидая столицу Поморья. Причем в некоторых случаях даже без экзаменов. Об этом потенциальным абитуриентам рассказали на дне открытых дверей. Института магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций. Архангельский колледж телекоммуникаций давно снискал славу настоящей кузницы кадров для сферы информационных технологий. Из его стен выходят программисты, системные администраторы, веб-дизайнеры и другие специалисты, востребованные на рынке труда Архангельской области и не только. При этом многие его выпускники продолжают свое обучение. Наш колледж – это первая ступенька для получения полноценного образования в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора Михаила Александровича Бонча Браевича, который является ведущим вузом на северо-западе в отрасли телекоммуникации и ИТ. Об этом же директор колледжа Александр Топанов говорил в приветственном слове на дне открытых дверей Института магистратуры СПБ ГУД. Не первый раз представители вуза встречаются со студентами и выпускниками филиала других учебных заведений Поморья, чтобы предложить им хорошие образовательные перспективы. О них собравшимся рассказал заместитель директора Института магистратуры по учебной работе Андрей Степанов. У нас очень известная школа именно про информационную безопасность. Считается, что специалисты, подготовленные именно в нашем университете, они лучшие не только в северо-западном регионе, но и в России. Популярным направлением являются информационные технологии в дизайне, информационные коммуникационные технологии. Эти и другие профильные направления сейчас обретают еще большую актуальность. Ведь для сферы ИТ сегодня вводятся новые меры господдержки, разрабатывается национальный проект по развитию электронной промышленности, в рамках которого в вузах могут создаваться молодежные лаборатории. Планируется выделение дополнительных грантов на проекты студентов. Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций и сам активно поддерживает научные изыскания обучающихся, в том числе повышенными стипендиями. И касается это не только технических направлений. Среди 24 профилей обучения в магистратуре есть гуманитарные, экономические. Меня заинтересовало направление бизнес-информатика. На самом деле после презентации могу сказать свое мнение о том, что институт имеет много перспективных их направлений. Презентация института магистратуры прошла под девизом «Поступай в Архангельске, учись в Санкт-Петербурге». Жители нашей области могут попасть в престижный вуз, не посещая северную столицу, в том числе благодаря конкурсу «Портфолио». Конкурс «Портфолио» – это уникальная возможность поступить в магистратуру СПБГУД без сдачи вступительных испытаний. Для этого необходимо в срок до 27 мая загрузить мотивационное письмо, научно-популярное эссе, профессиональные учебные достижения. Для тех, кто не успеет подготовить документы для конкурса «Портфолио», остается возможность сдачи вступительных испытаний. В этом году они пройдут в две волны. В прошлом году впервые в истории у жителей Архангельской области была возможность сдать вступительные испытания непосредственно в колледже, в Архангельском колледже телекоммуникации, то есть не выезжая из региона. В этом году мы хотим повторить этот опыт. В 2021-м каждым десятым магистрантом СПБГУД стал представитель Поморья. Так что в Петербурге наших ребят ждут. Как ждет их и интересная проектная работа, примеры которой собравшиеся увидели в фильме «Информационные технологии для Арктики», ждет обучение в удобное вечернее время, гарантированное общежитие, а главное – качественное образование и отличные карьерные перспективы. Алексей Карельский, Светлана Михеевская, Регион 29.